здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет орлы в общем я выхожу в эфир один ну как один с александра она вот тут у нас сидит кино смотрит сериал все никак закончить не может а что ты смотрится как называется скорая помощь сериал там с этим тем с лысым-то с куценко с гошей вот короче смотрит она его уже неделю наверное вот просит чтобы ее извинили потому что пять сезонов очень долго смотрится мы с тобой неделю смотрим потому что мы же и с мамой смотрим а мама у нас обычно ну как бы ее тяжело собрать на то чтобы начать смотреть а смотрим в итоге отдельно вот смотрите мы передал в общем мы же все зубы чистим и перед новым годом я заказала но перед новым годом я заказал электрические зубные щетки у меня когда-то очень давно когда по планете еще ходили динозавры у меня была зубная щетка от philips sonic и и она крайне удобная простая и в принципе вот эти щеточки головки которая сменные на нее они не такие дорогие как на урал би потому что на урал би две головочки я покупал для саши за полторы тысячи рублей на эту щетку они будут стоить рублей 800 до по-моему две а то и дешевле и это важно потому что менять их нужно раз три месяца вот такую штуку мы купили мы купили набор тут две щетки для саши и для меня естественно для меня белая для саши черная по судя по ее взгляду я ошибся для нее белая для меня черная вот сейчас попробуем открыть это все и посмотреть дело в том что эта щетка очень удобно она более современная сказал по как это по использованию нежели урал би о слушайте мы упаковано конечно очень странно просто бросили обыскали значит в комплекте идет дорожные кейсы для каждой щетки и и вот собственно щеточки у тебя вообще все в принципе от моей щетки дуб насадок не да да вот две насадки черные белые для как сказать для начала для старта она синяя да да это в кадре нет виктории потому что буквально только я поднялся на ноги как она сразу же слегла и она болеет у нас до они не плотно должны прилегать все правильно это режимы в общем она простая ничего сложного в ней нет каждые 30 секунд она напоминает о том что вам пора перейти к другому ряду зубов мы тем что приостанавливается и это очень очень удобно зарядка у нее беспроводная одна да ну вот треш не знаю может поищем как дополнительно купим просто еще одну потому что если в дорогу если мы отдельно в дорогу то это будет конечно неудобно хотя заряда это щетки хватает довольно надолго там по моему где-то на коробке написано насколько ее хватает две минуты смарт таймер на на две недели да то есть каждые две недели и заряжаешь вполне нормально да саша чистит зубы два раза в день она утром в части ты перед сном а я так как я старый пердун я это делаю только утром я не знаю мне лень вечером хотя надо у них там любовь была только что разве или оливковая любовь в общем вот такое приобретение которое нам жизни будет помогать тем что облегчать процесс чистки зубов чего я вам желаю а кстати стоимость этого набора сейчас вам скажу в видео вот придумала саша на самом деле 11 698 рублей стоит набор из 11 тысяч 800 что там блин 11 690 рублей и здесь две щетки с кейсами нормально привет дорогие друзья с наступившим старым новым годом вас я сегодня поднялась у нас сегодня очень такое ответственное мероприятие поэтому саша уже поехала я собираюсь и в общем то тоже с ней поедем она сберет нас и и поедем по делам по делам в субботу вот короче говоря я болею все еще болею мне сегодня третий день болезни пьем пью а как его томифлю ассальтамивир что ли короче как то так я сейчас не вспомню а игорь проще отделался у меня значит болезнь началась побежал нос запишу в горле началась сломота в теле выкручивание всех суставов челюсти кости головная боль вообще все дикое все поплыло и слабость у игоря таких симптомов как головная боль и выкручивание и ломания костей не было в общем игорь приболел четыре дня и поднялся у меня сегодня третий день ну тяжело слабость есть тяжело у нас потеплело у нас прям стало знаете комфортнее стали меньше жарить батареи сейчас приедем я снова лягу в кровать стала смотреть фильм сериал в общем попался не сериал на и я его рекламировать не буду потому что не все поймут но просто я в 4-5 утра засыпаю уже первый сезон посмотрела я смотрю второй сезон поскольку смотрят дети и те кто не достиг определенного возраста я не буду называть здесь название то серьезно но смотрю и вот так вот смотрю чё серьезно про 18 век про куртизанок про все вот это вот все про тот образ жизни который был интриги туда-сюда кошмар ребята в какое время люди жили и если сравнить европу и россию конечно мы молодцы у нас бани были у нас люди мылись все классно было а там-то да короче я в шоке вот вот выздорове выздорове здравствуйте девочки здравствуйте цыбочки привет ровно он тоже вновь говорит так что вот так такие вот дела по делам скатаемся и снова в лёшку и второй сезон сериал дорогие друзья 16 января я встала сегодня первый день с кровати болею с четверга вернее даже со среды чем игорь привез еды еды у нас дома нету но я поставила сотейник это си него саша был врач у нас здесь есть голубцы мы сегодня ездили в город с игорем по делам и в общем-то я взяла голубчики а чё надо доставать буду сейчас их готовить или не сейчас готовить у нас же бургеры чё делать-то растерялась ладно игорь придет сейчас посоветуемся пока болеем считайте сопли кашель все вот это вот на кучу и как-то вкусовые рецепторы они не считывают необходимую правильную информацию поэтому мы решили взять что-то нейтральное вот глупцы а потом игорь еще поехал на работу съездил и в общем-то привез нам еще вот бургеры еще и большие этот бургеры ой картошечку моя любимая так люблю самая вкусная бургерки вот будем кушать голубцы по ходу я убираю я здоровался нет нет сегодня не сложно здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет орлы я прям не могу я не знаю что сказать я знаешь сейчас фильм смотрю сериал на который ты меня же и подсадил да 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 зараза такая с проституткой с проституткой я не называю название потому что у нас же дети есть ну хотя вон куртизанки ладно ну протестутки короче говоря потому как раз у них вот мода вот тех времен когда у них вот тут вот эти знаешь а это у меня воротник парадный выходной вообще чтобы вы понимали это дорогущая футболка от прада и рада да ну хоть такой правда у меня но не от машины правда в смысле имеется ввиду вот это дизайнерская футболка вы ничего не понимаете вообще на самом деле дизайнер игорь так что вот игорь ходит я так понимаю голубцы сейчас не это так что вот я же говорила я же говорила и какие футболки стоят между прочим бешеных денег 100 500 миллионов обратите вот кстати внимание на богатых вот у тануки директор тануки вообще ходит в драной обратите внимание на богатых вот дырявая придырявая ничего ходит все нормально потому что дырковая придырковая ему может тоже в комментариях предъявляют откуда ты знаешь так в том то и дело что эти подволки дорогущие придорогущие ладно короче постебались и хватит кто понял тот понял кто не понял ну извините читайте комментарии вся знаете вторая бурная жизнь канала проходит в комментариях вот ты че разошелся а мы тут плюшками балуемся полу из казахстана в ленте появилась кола в ленте появилась кола девчонки я жду когда появится миллер определенные девочки канала меня тоже очень хорошо поймут пиво миллер вообще его в питере и в калининграде до производили два завода нет казахстана это мы вообще но мы покупали один раз это в сургуте мы сургуте тогда взяли там где желатин берем но и короче говоря наш завод питерский он раньше сюда возил отправлял но когда вся эта вот колобуду началась ты уже кушаешь завод сказал что у них нет достаточно сырья чтобы обеспечивать на всю страну поэтому в отдельной части части нашей страны они возят а на большую часть россии не возят больше миллер и я кого смотрела я какой-то канал смотрела наши поехали в турции отдыхать и в турции стоит миллер продается и у меня слюнки потекли не на бургер на миллер очень мне так нравилось это пиво другое никакое не нравилось и вот я теперь страдаю за без пива я вот этого теперь страдаю вот а напишите ваших городах есть продается в каком городе вот вы живете или где видели в каком городе продается я пострадаю что у нас его нет но может быть когда нибудь все вернется вот ладно пойду тоже в че-нибудь потачу всем доброе утро утро добрым не бывает особенно когда у тебя была почти бессонная ночь вот суть в чем в том что мы сейчас саша едем развозить паштеты развозить заказы по магазину папа у нас уехал в тюмень увез паштеты потому что у нас случился форс-мажор машина рефрижератор которая должна была сегодня приехать забрать паштеты увезти их на тюмень и машине водителю не дали путевку на север на ханты на сургут на наш весь регион потому что нет заказов потому что магазин не сделали заявки потому что нет спроса и вот поэтому путевку не дали ну и дабы выполнить наши обязательства привести вам паштеты в тюмень игорь сегодня с утра пять часов встал и поехал отвозить ну где-то он уже сейчас он уже проехал тимьянку уже должен был выйти на федералку и там дальше топольск тюмень и ориентировочно к двум часам дня он должен приехать ну вот как то так помимо этого еще там есть дела некоторые в тюмени заодно он это сделает но мы поехали у нас погода я чуть даже сегодня не посмотрел что мы встали подскочили саша сон то и приснился не очень у меня как-то помощи тоже прошли в каких-то мучениях первое полночи в трудах а на вторые в мучениях вот поэтому такие сейчас не очень успавшись едем работать нам нужно еще отправить посылку на нефтьюганск чтобы нефтьюганск еще получил паштет вот в общем то и все приходит очень много сообщений можно ли паштета заказать владивосток можно ли в самару сказать ребят у паштетов сроки маленькие и строки температурный режим 0 плюс 2 поэтому они просто физически не дают если кто-то к примеру вот на самолете летит и может собой захватить да не вопрос у нас так и возили по городам россии знакомые просили своих друзей кто в ханты-мансийск летит или кто-то из хантов летел тоже просили попутно за таким образом можно но мы не осуществляем доставки другие города это нереально понимаете обычно транспортная компания едет 8 12 дней ну как бы стоя у нас в холодильнике наши паштеты могут выдержать такой срок но я не могу ручаться за тех водителей за те машины которые отправляем не мы которые едут транспортными компаниями это раз второе знаете как там грузы кидают паштеты приедут как как суфле ну в общем короче говоря это нереально ближайшее что можно будет это вот в тюмени на иголках либо купить в сети джованни селье сеньор джованни сыры вы можете там купить либо заказать у нас напрямую и потом забрать у казанских сыров на алипашевском но вот сейчас мы феврале попробуем выйти на екатеринбург мы будем на выставке иван да марья приходите мы там с вами познакомимся мы там с вами пообщаемся ну и пока будем работать на выставке если кто-то конечно же из фермерских магазинов предпринимателей екатеринбурга выйдет на нас по поводу сотрудничества и мы наладим мосты наладим сотруднические отношения то без проблем конечно мы будем уже и в екатеринбурге но вот пока на данный момент реалии такие потому что очень много людей пишут вот ну буквально вот на днях было во владивосток нижний урен как там а новый новый уренгой до нижний новый уренгой мы не можем туда отправить в омск тоже про москву ну вот как никак почти это живут 9 дней их сроки поэтому представьте 10 дней доставка нет они по сути хорошие будут но это неправильно я считаю вот такие дела так что едем мы уже выздоровели почти у меня только вот нос заложен и все вот так все все нормально мы мы дома саша тут уже это грандиозные планы на корпоративы строят ну блин думаю прикольно это признать нас впервые свой корпоратив наш с нашими партнерами в ресторане нет что это заделала обстановочка мы простые люди надо быть ближе к народу да летом летний корпоратив на шашлык-машлык уже тогда можно и с пивом кеги чтобы короче вы поняли да саша придумала корпоратив смотрите чем не есть целый мешок конфет а еще у нас есть знаете показать вам что мы заказали на вайлберрис и на озоне саша ну-ка на вайлберрис или на озоне или все таки в озоне по моему ну знаешь еще как мы пошли на бассейн ну как ну типа это просто название имя собственное у них так это в магазин получается в вайлберрис и в озон вот правильно да мы заказали в вайлберрис и в озон и еще на сайте как он авито да да авито смотрите мы начнем вот сейчас вами этот день вот именно с этого я как вам говорила игорь уехал мы остались дома на сайте авито ну вот разбираемся в русском языке как говорить правильно как звучать для вас правильно чтобы вы там не оскорблялись у нас есть такие кто вообще переживает что мы говорим не по-русски да много кто ошибается дорогие друзья мы же живем обычной жизнью они пишем тут сценарий и чтобы вам вот так вот по сценарию ровненько все рассказать красивенько четенько для этого включается телевизор смотрите а эти величие телевизионные передачи и там вам будут с грамотной речью а мы люди простые холопы вот так короче говоря мы сегодня сами себе предоставлены дворянка а я досмотрела свой сериал кстати говоря саша мне подкинула новый сегодня мы с ней будем смотреть сериал и по сути мы сегодня будем проводить вот такой какой то непонятный день в одинокий день саша грима поехали в тюмень игрок а котики у нас есть хорошие соседи которые тоже любят наших котиков в общем чуть не везла меня в тюмень вот сказал под поезд снотворным и увезет давайте я вам покажу покупки нет ты че если ты проснешься ты у меня руль выхватишь на чешку и чепуху творить на дороге и вот и им знаете еще что все мы выздоровели все в порядке все хорошо а мы будем с папой гонки на четырехполоснице и дальше я вам поставлю видео у меня еще осталось я его вот смонтировала посмотрите потом после распаковки что было предыдущие влоги какие сняты поехали на распаковку вот такой вот смотрите целый пакет вот это приехала с авито частных рук купили зеркало у меня было такое зеркало приобретено когда-то еще саши даже не было кто его слова вот прыгнул сломал мне вот такое вот зеркало вот здесь крепление отломились очень удобное в эйвене когда-то мне подарили заказ из-за его на большой и там было вот такое классное стекло с разными режимами артисты вот они были оказывается белые черные и получается вот это вот зеркало было сломано и вот попросила игоря они мне сашей нашли и заказали вот такое вот с рук приехала буш на но классная классно в дорогу удобно дальше здесь блондин блондинестая радость нам с сашей мы заказали большую большую такую вот закупку сделали все что нужно для наших блондинестых светлых волос а наконец-то с дозатором поехали распаковываем все распаковывать так тюмени еще надо стараться так вот запаковывают принципе неплохо но коробках мне кажется она бы лучше было бы потому что предыдущий заказ я посмотрела ровно год назад мы заказывали также большой комплект всех вот этих вот барахлю кондиционеров оттеночных так а тут пролилось оттеночных кондиционеров шампуни оттеночных против желтизны и вот нам с сашей вдвоем ровно на год всего этого хватило и мы сейчас заказали новое вот здесь пролилось видно вам это витотерапия легкое расчесывание общем наносится на влажные волосы и потом легко феном сушится наносится не расчесывается не спутывается очень классная такая штука здесь уже у нас шампун сейчас я их всех раскрою и покажу прошлый раз когда мы делали заказ вот этих как они дозаторов их не было а очень зря потому что без очень даже не удобно как оказалось и при том при всем приехал шампунь вот здесь с поломанным таким вот клопачком значит смотрите я раньше брала арктический бальзам и брала серепристый шампунь в этот раз я еще взяла вот такой вот пепельный бальзам его раньше в нашей покупке не было теперь есть и вот здесь от олин шампунь для придания холодных оттенков когда я смешиваю вот этот шампунь вместе с этим бальзамом получается красивый пепельный холодный цвет то есть как я делаю возможно неправильно меня спрашивали я вам говорю как делаю я я делаю проще девочки я одним шампунем просто пользуюсь все сейчас прыгнет а значит что делаю я беру вот шампунь сюда и потом чуть-чуть бальзама сюда и на влажные влажные волосы вот эту смесь наношу получается идеальный классный холодный пепельный оттенок вот как то так вот этим еще не про не пользовались не пробовали не могу сказать самой очень очень интересно как это будет смотреться и выглядеть ну в общем то вот наверное опять на год такой вот вот ровно такого набора нам на двоих хватило на год а сейчас я думаю даже наверное больше вот такая покупка вот что бывает когда голова семьи из дома уезжает голова голова мы заказываем воде сад мы идем доставки крафт а у них раньше были брендированные помнишь саш значит мы здесь лапшу заказали а здесь то что саша хотел уже сколько неделю нет 3 дня приятного аппетита саш давай пробуй скажи вкусно или вкусно не смотреть на наши деньги вот курица ооо смотри они нам гаять смотри как они нам мило сделали в общем мы сейчас будем кушать